Лекция «Основы теории тестирования». В данной лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Что такое тест? Функции педагогического контроля, виды контроля, виды учебной проверки, интерпретация результатов по норме. Тестология – это наука о создании и применении тестов. Что же такое тест? Тесты представляют собой особую совокупность заданий, которые позволяют дать объективную, сопоставимую и количественную оценку качества подготовки обучаемого в заданной образовательной области. В свою очередь, объективность и измеримость качества образования открывают широчайшие возможности для управления учебным процессом. От корректировки содержания образовательных стандартов и программ до совершенствования методов преподавания и повышения эффективности стимулирования самостоятельных знаний учащихся и студентов. Разумеется, тестирование не заменяет и не отменяет традиционных форм педагогического контроля, основанных на непосредственном общении преподавателя со студентом. Живое тестирование дает представление о эмоциональном психологическом состоянии класса и студенческой группы. В отличие от традиционных средств контроля, тесты при определенных условиях позволяют выявить не только уровень подготовки, но и структуру знаний учащихся, вернее, степень ее отклонения от идеальной структуры. Что нужно для создания теста? Прежде всего, необходимо глубокое овладение строгими правилами и математическим аппаратом, применяемым в области педагогических измерений. Никаких обходных путей тестирование не признает. Неряшливо разработанные, непрошедшие апробации тесты способны давать лишь ошибочные результаты, поэтому их использование станет шагом назад, а не вперед. Псевдотест может послужить источником искаженного впечатления о знаниях, причем скорректировать это впечатление в процессе тестирования никак нельзя. Тесты бывают гомогенные, предназначенные для контроля знаний по одному предмету или дисциплине, и гетерогенные, направленные на оценку междисциплинарных знаний, предназначенных для комплексной оценки знаний учеников. Диагностическая функция. Здесь центр внимания смещаются на задачи управления процессом обучения. Диагностическая функция вытекает из самой сущности текущего контроля, нацеленного на выявление пробелов в подготовке учащихся и принятие по результатам диагностики некоторых управленческих решений. Помимо выявления пробелов, к сфере диагностики относятся установление причин пробелов, получение научно обоснованной информации о характере трудностей, возникших у студентов в процессе усвоения новых знаний. Диагностическая функция открывает новые возможности в индивидуализации процесса обучения, которые приобретают дифференцированный характер не на словах, а на деле. Темп обучения становится более гибким. Более знающие продвигаются быстрее, менее знающие вынуждены потратить дополнительное время и усилия для устранения пробелов в подготовке. Контролирующая функция. Здесь цель – выставление оценки уровня подготовки и структуры знаний, подведение итогов процесса обучения. И, наконец, обучающая функция. Существуют обучающие тесты, направленные на самообучение и самоподготовку. Они могут иметь подсказки и комментарии. Итак, подведем некоторые итоги. Диагностические тесты предназначены для выявления и устранения пробелов в знаниях. Контролирующие тесты предназначены для выставления оценки. И обучающие тесты предназначены для самоподготовки и самообучения студентов. Рассмотрим виды контроля. Бывает входной контроль, формирующий и итоговый. Формирующий контроль, в свою очередь, делится на текущий, тематический и рубежный, в зависимости от контрольной точки. Входной контроль имеет диагностическую функцию. Он направлен на выявление степени подготовленности к получению новых знаний и к определению степени владения новым материалом до начала его изучения. Формирующий контроль имеет диагностическую и обучающую функцию. Итоговый контроль, контрольную функцию. Существуют следующие виды учебной проверки. Аттестация, классификация и смешанный режим. При аттестации обучающиеся делятся на знающих и не знающих в соответствии с определенным критерием. При классификации они делятся на кластеры, соответствующие определенным уровням подготовки. При смешанном виде учебной проверки используется многомерное шкалирование. Существуют следующие подходы к оцениванию результатов обучения. Нормативно ориентированный подход и критериально ориентированный подход. При нормативно ориентированном подходе студенты сравниваются относительно друг к другу. И при критериально ориентированном подходе уровень обучения сопоставляется с априори заданной мерой. Например, надо отобрать половину студентов, которые прыгнули выше других. Это нормативно ориентированный подход. И другой пример. Нужно отобрать студентов, которые преодолели высоту 1 метр. Это критериально ориентированный подход. Продолжение следует...